Ну, чтобы не шокировать зарубежных зрителей, кое-где в Комсомольске нормальный туалет и есть. Причем даже вода бьется, мыло там присутствует. Все нормально. Но это как бы не государственный, не бюджетный, не там, где путинские еще не добрались. То есть это торговый центр, вполне себе такой крутой центровой, который, как вы помните, в моих сюжетах несколько раз минировали, который вполне себе адекватный. То есть что еще раз доказывает, что туда, куда добираются путинские уроды, они все превращают в говно. А там, где их нет, там вот видите, чистенько, аккуратненько. У людей какой-никакой бизнес, трудоустройство, плюс что-то капает еще в налог, в бюджет. Вот. Ну, это такой, можно сказать, единственный в нашем городе. В Ленинском районе еще один есть торговый центр, но он там не такой все-таки, не такой фэшенебельный, не такой крутой. Поэтому я туда не хожу, в Ленинский район, поэтому я снимаю о том, что есть. Ну вот, посетил я почту. На почте проконсультировался по поводу того, сколько они будут держать посылки. Пришел к неутешительным выводам, что ни хрена не получится нормально. То есть, пока я буду упираться, бегать, маманя будет писать документы, их будут рассматривать, посылка просто уедет обратно. Посему вот надо не тупить, короче, и отказываться от нее. Вот и весь бизнес по-русски. Вот сейчас свобода торговли, все ваши конституционные и прочие права, все достижения, как говорится, экономик. Ну вот я показываю еще, спортмастер тут есть. Ну а на первом этаже продуктовый, большой. Ну сейчас спущусь, покажу. Просто для тех людей из-за рубежа, чтобы не думали, что Дальний Восток России, это там, совсем все так мрачно, нет вовсе. Во всяком случае, теплую одежду тут купить можно. Но вот вставать на потолки, конечно, не стоит. Это да. То есть, не так у нас все дико. Но лучше все-таки ехать сюда в теплое заранее. Если возникнет у вас желание посетить наши горнолыжные или лыжные курорты. Вот, кстати, неплохой для горнолыжников тут. И не только. Отдельчик. Ну еще там есть за углом, но я туда уже не пойду. Пошел я за продуктами. Мне вот туда вот сейчас. Свежая продукция и т.д. и т.п. Нет, коньяк для этих уродов я покупать не буду из таможня. Пусть они не мечтают. Для них у меня охренительный сюжет будет снят. Но сюжет этот поедет с грифом для служебного пользования. Нашел я, куда пристроить вторую часть. Вот такие вот дела, короче. Вот. Вот эта сеть на Дальнем Востоке одна из лучших продуктов с амбери. Рекомендую. Она в Хабаровске, в Комсомольске, во Владивостоке и в других более мелких городах. Ну все, я пошел покупать.